Приветствую тебя, ищущий. И сегодня мы поговорим о том, как нужно разговаривать с гопниками. Около трех лет назад я уже писал в своей группе ВКонтакте, как поднимать силу духа и как постоять за себя на улице. Но в прошествии трех лет я решил записать видео, добавив туда тот материал, дополнив его солидными новшествами. Для начала сделаем небольшой отступ в прошлое. Нужно рассказать о том, что сам я вырос в благополучной семье, где не было никаких нервов, скандалов, ссор или еще чего-то. Я вырос в достаточно теплых тепличных условиях. Соответственно, на улице я был не готов, когда случалась какая-то ситуация, которая выходила за рамки моей привычной жизни. Грубо говоря, я вырос трусом, и на улице любой хулиган мог меня довести до слез, и я ничего с этим не мог сделать. И тем не менее, вместе с этим, с моей трусостью я ухитрялся каким-то образом драться. В каких-то ситуациях я трусил, жевал сопли, трясся, как остиновый лист. А в каких-то случаях я дрался. Почему это происходило? Почему в одних случаях я поступал так, а в других иначе? Все это понятие смог только гораздо позже, спустя года, можно даже сказать десятилетия. Итак, как же нужно разговаривать с плохими парнями, которые прицепились к тебе на улице? Нет, конечно же, это самый крайний метод, который нужно применять. До этого есть целый пласт психологических моментов, разбираясь в которых, можно выйти из ситуации без драки в 99% случаев. Что же с тобой происходит, когда на тебя наехали гопники? Когда начинается какое-то противостояние с уличным хулиганьем, ты начинаешь цепенеть от страха. Ведь начать драку — это самое сложное. В самой драке ты страха не чувствуешь. Ты ощущаешь гнев, боль, ярость, кучу других чувств, целый букет. Но страха в драке практически нет. Воспитанному нормальному парню зачастую совершенно невозможно ударить другого человека по лицу. У него просто стоит на это какой-то психологический блок внутри, через который он не может переступить. Я сам это знаю, я сам с этим сталкивался раньше. Исключение здесь составляет, когда ты впадаешь в гнев, в ярость. А ярость может появиться в сознании только тогда, когда ты ощущаешь острую несправедливость. Именно тогда в тебе могут эти чувства вспыхнуть, и ты сможешь человека ударить. Даже по лицу. Если ты в конфликтной ситуации сумел сохранить убежденность в том, что прав ты, а стоящий перед тобой гад поступает несправедливо, только в том случае ты можешь дать ему отпор. Но хулиганье в этих ситуациях всегда на высоте. Это и хлеб. Они ни за что не дадут почувствовать тебя правым. Они начинают так искренне играть свою роль, что гад в этой ситуации именно ты. А они хоть и дерзкие пацаны, но наехали на тебя за дело. И незаметно ты уже сам начинаешь в это верить. В таком состоянии ярость воина никогда в тебе не вспыхнет. И чем дальше, тем больше ты будешь ощущать отороп и страх. Они заставляют тебя оправдываться. Задают вопросы таким тоном, как будто застигли тебя на месте преступления. Они раздербанивают твое внимание и не дают сосредоточиться. Только ты начинаешь отвечать на вопросы одного гада, как второй тут же перебивает тебя и задает другой вопрос. И вот ты уже вертишь башкой, как ударенный топором по голове индюк, и не понимаешь, чего происходит. Все твои слова из четкой поставленной речи превращаются в невнятное бормотание. А тело и разум практически в параличе. А эти сволочи нагнетают дальше. Такие мысли в снух, мол, да мочить этого козла вообще надо. Дальше больше. Тебе уже совсем хреново. В голове вместо мозгов тягучая каша. Ты не можешь понять, почему эти парни так на тебя злятся и бесятся. Ты же не сделал ничего плохого. Это жутко деморализует и тебя морально совершенно прибивает к земле. С одной стороны ты знаешь, что ничего плохого не сделал. С другой стороны тебя сбивает их праведное негодование. И подсознательно ты начинаешь думать, может я действительно в чем-то не прав? Может я действительно сделал что-то не то? И каждый шаг в этом направлении приближает тебя к пустым карманам, избитому лицу и гадкому осадку в душе. Но в 99% случаев гопники никогда не станут бить вас, пока не убедятся, что вы морально деморализованы. Пока они не убедятся, что драться вы точно не собираетесь. И даже не помыслите об этом. Они вас не тронут. В 99% случаев они вас не тронут. Они будут продолжать вас пичкать психологически, пока не поймут, что вы готовы. Конечно, есть ситуации, когда их толпа, тогда особо их ничего не удержит. Но даже тогда, когда вы настроены на бой, это очень охлаждает людей. И очень большая вероятность, что даже толпой вас не тронут. Главные средства борьбы против этого. Первое. Справедливость на вашей стороне. Второе. Не отвечайте на их вопросы. Третье. Внутренняя установка. Драки не избежать. Встань и дерись в битве за жизнь. Итак, пункт первый. Цепляйтесь за чувство собственной правоты, как лещ. Впивайтесь в эту мысль всем своим сознанием, что те гады, стоящие перед вами, это ублюдки, не имеющие права на существование, которые отравляют жизнь, которые портят все вокруг. Держите это в голове и распаляйте свое праведное негодование мыслью, как эти гады вообще посмели на тебя вякнуть. Перед тобой сволочи, предатели своей страны, мрази, разлагающие общество изнутри, не приносящие миру ничего хорошего, позорящие нацию люди. Сила в правде. Это мощный психологический барьер против них. И они всегда будут стараться сбить вам эту настройку всеми доступными способами. Вы правы. Всегда держите эту мысль в голове. Пункт 2. Не отвечайте на их вопросы. Отбросы не имеют права их задавать. Задавайте вопросы сами. С чего ты решил, что я тебе отвечать буду? Какого черта ты меня останавливаешь? Да мне плевать, что ты хочешь. Мне плевать, что ты думаешь. Биться хочешь? Давай будем биться. Все вопросы задавайте дерзким, негодующим тоном, словно вы едва удерживаетесь от драки. И вы действительно почувствуете, как с вас захлёстывает волна праведного гнева. Но к драке-то вы уже готовы. Вы психологически не сломаны. Пункт 3. Всегда во всех конфликтных и нестандартных ситуациях давайте себе установку внутреннюю. Драки не избежать. Не оставляйте себе ни капли надежды на то, что драки можно как-то избежать. Как-то ускользнуть, снизить накал, извернуться. Нет. Внутри у вас должна быть одна установка. Сейчас будет драка. Готовьтесь к ней. Только так, когда сами поверите в это, тогда в это поверят и гопники, которые на вас наехали. Они таких очень не любят. Им проще отступить и найти себе новую жертву. Но изредка драться всё-таки приходится. Но вы должны жить с этой мыслью. Вы должны носить её в себе, что на каждое несправедливое поползновение на вас драки не избежать. Этот настрой на бой даёт выплеск определённой энергетики, которую чувствуют все вокруг. И если это выработано в вас на подсознательном уровне, то драк в вашей жизни практически не будет. Почему, когда на тебя наехали гопники, тебя начинают трясти, а гопников нет? Запомните, друзья, этого не нужно бояться или стыдиться. Это всего лишь гормоны. Адреналин и кортизон, они выбрасываются организмом в кровь, когда организм мобилизуется для устранения угрозы или опасности. Другими словами, когда ты чувствуешь угрозу, организм повышает твои шансы к убеганию или к драке. Это безусловный рефлекс, и стыдиться его не стоит. Почему же с вами это происходит, а с гопниками нет? Любой нормальный воспитанный парень попадает в такие ситуации крайне редко. И для него, конечно же, это стресс. И количество выбрасываемых гормонов несоизмеримо велико по сравнению с тем, что происходит у сволочей, которые тебя остановили. Они в этих ситуациях чувствуют себя хищниками. Они идут на это сознательно. И выброс этих гормонов у них совершенно не такой, как у вас. Поэтому внешне они спокойны и расслаблены. Увидев такую реакцию, гопники обязательно обрадуются и подденут вас. Че ты трясешься, как баба? Никто тебя еще не трогает. Обратите неконтролируемую реакцию своего тела в пользу. Ни в коем случае в такие моменты не стоит стоять на расслабоне. Вы не сможете удержать тряску, этот тремор мышц. Вас все равно будет трясти. Поэтому встаньте, сожмите выпрямленные руки в кулаках. Пусть они у вас будут внизу, но сожмите руки, напрягите их, напрягите все тело, напрягите грудь, мышцы, ноги. Полностью напрягитесь. Смурьте брови, опустите чуть-чуть голову. Пусть они думают, что перед вами не трясущийся хлюпик, а воин, который в гневе сдерживает себя от драки, едва удерживает себя. Тактика, дистанция, контроль ситуации на опережение, нужные слова. Не давайте гопнику приблизиться на расстоянии удара. У них есть такая фишка, когда они начинают на тебя борзеть, они начинают вот так вот типа что-то говорить и подходить к тебе ближе, ближе, и вот так вот уже практически он перед тобой стоит и что-то тебе говорит. В таких ситуациях эта сука может ударить тебе совершенно неожиданно, и ты никак на это не среагируешь. Естественно, это еще идет своеобразный психологический прием такой, атака на вас. То есть, естественно, когда человек на вас приближается, он смотрит, как вы реагируете. Если вы точно так же спокойно и хладнокровно или борзянкой на него отвечаете на это сближение, то эта сука может неожиданно посередине фразы дать вам в челюсть и все, и вы готовы. Это только в фильмах бывает, что ему бьют в лицо, а он встает, трясется, главный герой там, ему там чуть ли не рельсы и долбят в голову, а он все равно встает и продолжает драться, тут пара красивых царапин. Такого не бывает. Один удар, и вы готовы. Все, понимаете? Это мозг. Когда он в черепной коробке холодцом таким ударяется в стенки, вы теряете сознание или сознание у вас начинает плыть. Поэтому всегда держите дистанцию. Что нужно говорить при этом? Когда человек сближается к тебе, начинает посередине разговора неожиданно к тебе приближаться очень быстро, отойдите на шаг, зажмите руку в кулак, выставите руку перед собой и скажите прямо ему, не подходи ближе. Я знаю, что такие, как вы, могут ударить из-под тишка. Подойдешь ближе, я тебе сам секу. Это в 50% случаев может охладить и он остановится, скажет, начнет там, типа, что ты там такой дерзкий, прям такой боец что ли, но он остановится и не станет подходить. Другой не послушает вас и будет приближаться. Это тоже две совершенно разные тактики и каждая из них уже зависит от самих моральных качеств гопника, его смелости и прочих атрибутов. И в первой ситуации, когда он остановился, хорошо, вы можете с ним дальше продолжать разговор. Если он все равно сближается, отступите еще на шаг и скажите, последнее предупреждение, еще шаг и я тебе секу. обычно они не верят, что такое может произойти. Но так как у нас в голове праведное негодование и чувство справедливости уже горит, если второе предупреждение он не понимает, секите ему. Секите так, чтобы он упал. Конечно, если вы не спортсмен, там бить надо осторожно. Все-таки техника это страшное дело. Но дайте ему и все, не как-то там чуть-чуть ударив и посмотреть, как он среагирует. Отдайте так, чтобы он нормально сел на землю. Потому что получать самому удар, когда вы вот здесь, попробуйте поиграть с другом в игру, да? Когда один бьет по ладоням, а второй их убирает. Знаете такую игру? У человека есть определенная реакция, рефлексия. Если они не натренированы у вас, годами не отточены, когда резко идет движение в сторону тебя, чтобы дернуть руку или закрыть лицо или отстраниться, у тебя должно в голове все равно потратиться какое-то времени на обработку этой информации и на реакцию. Если ты годами не тренировался в секциях где-то, в единоборствах каких-то, и у тебя этого рефлекса нет, то, скорее всего, когда ты стоишь с гопником вот так, и он решит тебе всечь неожиданно, ты ничего не сможешь сделать. Поэтому не допускайте его на расстояние. Хочешь говорить? Говори здесь. Не надо подходить ко мне. Не надо приближаться на расстояние удара. Либо я ударю тебя. Ты зарядился, и ты стоишь. Если он не понимает и подходит, то, скорее всего, он имеет злой умысел ударить тебя из-под тяжка. Не позволяйте себя бить. Не давайте толпе окружить себя. У вас начался конфликт. Перед тобой несколько человек. Завязался разговор, и неожиданно один человек или два человека продолжают с тобой общаться, а остальные так не спеша начинают обходить тебя с их сторон. Все понятно? Тебя будут бить в спину, а потом запинают всей кучей. Не позволяйте этому свершиться. Точно так же, как в пункте в предыдущем, когда гопник сближается с тобой близко, точно так же, когда они обходят вас по краям, рвите дистанцию, отступайте на несколько шагов назад, но не молча. Ни в коем случае не молча. Иначе сразу начнется «Эээ, чё ты застал? Да стой ты, нормально, ничего с тобой не будет, мы с тобой разговариваем нормально». И вот эта вот херня начинается. Понятно, что если тебя обходят, никакого нормального не будет. Отходите и сразу говорите, держите ситуацию под контролем. Вы хозяин этой ситуации. Вы чё, ребята, зачем вы меня обходите? Спину хотите, как бабы трусливые меня ударить? Хотите разговаривать, стойте передо мной. 50 на 50. Это так же может остановить толпу, и они начнут с тобой разговаривать так, потому что они видят, что ты смелый, что ты контролируешь ситуацию, что ты сразу же свой поступок, своё отступление назад ты преподаешь не как трусость, а как стратегию. О том, что ты понимаешь, что тебе грозит, и ты готов, ты не бежишь. Ты просто разорвал ситуацию, и ты стратегически мыслишь. Это очень действует тоже на плохих ребят. Естественно, если толпа не останавливается, и они всё равно начинают тебя окружать, отступите ещё на несколько шагов, предупредите их ещё раз. Ребята, не надо ко мне подходить, говорите со мной на расстоянии, если они всё равно вас обходят, бейте ближайшему, не тот, который с вами говорит, а тот, который ближе всего, тот, который обходит вас сбоку, бейте ему и бегите. В бегстве нет ничего позорного. Как говорил наш тренер по карате, бегство – это 101-й приём карате. В этом нет ничего позорного. Расскажу вам одну историю из моей личной, как говорится, родовой истории. Мой дед по папе занимался раньше борьбой, боксом, тяжёлой атлетикой. Был очень здоровенным и мощным человеком. И как-то на танцах на него наехал солдат. Он ему, конечно же, вломил. И после этого пришло 20 человек военных. Это был духовой оркестр, который играл на танцах. И все эти 20 человек пришли, обступили деда по кругу, сняли с себя ремни с бляхами, а бляхи у военных это такие тяжёлые, металлические или медные. Такие. И начали вы этими бляхами хлистать. Мой дед понял, что его сейчас просто-напросто убьют. Время тогда было такое. Что он сделал? Он бросился на утёк. Эта толпа из 20 человек бросилась за ним. Но так как это были просто обычные солдаты, призывники, срочники, а мой дед гуськом ходил со 120 килограммами на плечах по стадиону, он бежал гораздо лучше их, дольше и быстрее. Соответственно, вся эта делегация из 20 человек преследующих его растянулась. Что сделал мой дед? Он останавливался, бил ближайшего преследователя и снова бежал. Когда его догонял ещё один человек, точно так же он останавливался, наносил быстрый ему удар сметающий, потому что там такие руки были, он был метр восемьдесят ростом, качал запястье камнями, там убийственные руки были такие, и бежал снова дальше. И так в какой-то определенный момент он обернулся и там всего лишь крое преследователей оказалось. Он повернулся и бросился за ними. Соответственно, они уже побежали от него. Вот так один человек победил двадцать. Конечно, чтобы суметь совершить подобный подвиг, нужно держать своё тело в хорошей форме, не переставайте тренироваться. Если единоборство для вас непосильная ноша, то хотя бы постоянно бегайте, потому что если вас никто не сможет догнать, то вас никто не сможет и запинать. Если в самой драке с несколькими противниками вы неожиданно понимаете, что что-то упускаете из поля зрения и что-то может неожиданно к вам прилететь, ничего страшного, если вы отбежите на несколько шагов и оцените ситуацию издалека, прежде чем вновь вступить в бой. Помните, гопаник всегда в такой ситуации заржет и скажет «Аааа, куда ты побежал, типа ушила, че ты ссышь-то, давай иди сюда». Не давайте ему праздновать, отбегите, остановитесь и скажите ему «Ты придурок, ты что-нибудь знаешь о тактике, стратегии, ведении боя?» Оценили ситуацию и снова пошли на него. Это тоже их очень деморализует. Теперь я вам расскажу четыре истории из личного опыта, совершенно различные ситуации и совершенно различное мое поведение в них. Итак, первая ситуация, в которой я дрался с несколькими противниками. В Балатовском лесу, в Балатовском парке в городе Перми, где я проживаю, у нас очень часто жгут мангалы, костры, там жарят шашлыки, сидят под гитарку. Это такая лесопарковая зона, недалеко от центра города. С виду похоже на лес, но там очень часто собираются компании и что-то отмечают. И вот мы пошли с моей музыкальной группой и еще со знакомыми с нашими поесть шашлыки, выпить я тогда еще употреблял алкоголь. Что произошло? Мы сидели, пили под гитару, пели песни и моя группа вся практически ушла. Да, все пять человек, нас было шестеро, пять моих музыкантов ушли за пивом. И со мной на этой полянке под гитарку осталось еще несколько знакомых, там что-то около шести парней и там пяти девушек. И неожиданно среди пения под гитару, среди веселого смеха и улыбок неожиданно выруливают из леса трое существ, 25 лет, от роду на глаз, и говорят опачки, гитарка, зашибись, сейчас песенки послушаем. И один из них подходит такой к бревну, где сидят девушки и задницей такой Хэнс, нашу девушку с бревна. Девушка с бревна сваливается на землю, встает и отходит в сторону. Я это, видя, сразу же подлетаю к нему, наклоняюсь и практически ору. Пошли он отсюда, я сейчас уработаю вас всех. Недолго, думая, гопник встает, и я вижу, как в замедленном действии в меня летит удар в лицо. Благо, что отдал 6 лет карате Кикушинкай и рефлексы у меня были в норме. Я увернулся и дал ему в ответ, но так как я был под шофе, удар пришелся вскользь по лицу и человек тут же сразу же вскочил, но в драку он сразу же не кинялся, но действовать продолжил я сам. Ударом с ноги в солнечное сплетение я зарядил ему как следует, просто ничего не говоря, он ничего не говорит, я ничего не говорю, я бью ему в дыхательное сплетение, он стоит. Я ничего не понимаю, бью еще раз ему туда же, он стоит. Я говорю, да что ж такое, бью ему третий раз и он падает как подрубленный. Видимо, с первого удара я сбил ему дыхание, он просто ничего не мог сказать и просто стоял как зомби, пока двумя остальными ударами я его не добил. Тут же подлетает второй гопник на меня, я уворачиваюсь от удара, бью ему в челюсть, он падает, вскакивает, бросается на меня, я бью ему лоу-кик по ноге, он хватается за ноги, отскакивает, упорный гопник оказался, снова прыгает на меня. С ним неожиданно драка немножко затянулась, потому что я был, как я уже говорил, немножко под шефе и точность моя, конечно, страдала немножко. И тут неожиданно я вижу, что третий гопник берет здоровенную дубину, там какой-то дрын метра два такой, с такой толщиной где-то. Я понимаю, что я, то есть это произошло где-то на грани сознания у меня, да, я увидел, что человек берет дубину и замахивается. Я отскакиваю на несколько шагов, шагов на 10, отбегаю резко, чтобы посмотреть, что где находится. Естественно, гопник тут же, ааа, что ты там застал, что ли там это? То, что я упоминал ранее про стратегию и тактику, я ему и выдал, и снова пошел на него в драку. Перед этим я заорал своим парням, какого черта вы стоите, вас же пять человек, напалився на него кучей. Но в такой ситуации мало кто вообще из хороших, воспитанных ребят может что-то сделать. У всех страх оторопь поглощает их. Единственный парень, Ваня, басист одной из пермских групп, он все-таки первый и единственный из всех очнулся и встал перед этим гопником с дрыном и начал ему что-то с ним говорить. Я понял, что здесь больше угрозы от удара бревном мне не горозит, и я снова вступил в бой с этим гопником. Секунд через 15 я понял, что я дико устал, что я не вывожу. Но гопник был покосан уже изрядно мной. Поэтому я сказал, держа кулаки перед собой, ну что, может закончим или мы до утра тут будем биться. И гопник согласился закончить. Потом я схватил его за плечи и начал орать ему в лицо, зачем вы так живете, ребята, зачем вы так поступаете? Он просто улыбался и тупил глаза. Тогда я сказал, ну что, хотите песен послушать, будете слушать песни? Они сказали, нет, мы пойдем. Что случилось дальше? Это тоже, конечно, было смешно. Я уже этого и не видел, но мне это рассказали ребята, которые со мной там сидели, мои музыканты, которые потом пришли. Они в 100 метрах от этого Балатовского парка была больница. И утром, когда уже все потянулись назад, они заметили, как эти ребята выходят из травмпункта. У одного перемотана рука, у второго голова там. В общем, ребята послушали песен не очень хорошо. Ситуация номер два. Ситуация, в которой на меня наехали, но я не дрался и вышел победителем. Была весна, я шел по улице, казаки, длинные волосы, косуха, все как положено. На каком расстоянии, там, меньше 100 метров. Стоят двое парней, лет 20, и орут мне через всю улицу. Эй, слышь там, подожди, я иду, делаю вид, что их не слышу. Они, видя меня, ну, они достаточно громко кричат, они понимают, что я их слышу, но так как я никак не реагирую, они решили, сочли это за слабость. Тогда они начали сильнее эрать. Эй, там, ты че не слышишь? Ты там, тебе там говорят, там, что-то там. Начинается у них примесь такая, небольшая оскорбление такая начинается. Я останавливаюсь и ору через всю улицу им в ответ. Какого хрена вы свои пасти там раскрыли? Я знать вас не знаю и слушать вас не собираюсь. И пошел дальше. И тут они, конечно же, оживились. Это ты че там? Это ты там? И пошли на меня такие, ну-ка ты там, постой там. И они все такие, знаете, уже там, фух, на шарнирчиках такие. Я смотрю, когда до меня осталось метров 20, а я иду, делаю вид, что совершенно не слышу никого. Когда до меня осталось метров 20, я неожиданно поворачиваюсь и иду к ним через газон на перерез со словами «Че там еще такое нам? Какого хрена?» И иду прямо с максимальной скоростью чеканя шаг с бровями вот такими, схмуренными. Вот вы видели бы их лица. Из неожиданно «Э, да ты че, парниша?» они превратились вот в таких вот «Че, че ты там хотел? Че там?» Вот так типа «Че». Я подхожу, говорю, «Че надо? Че хотели?» «Телефон хотели позвонить?» «Нет телефона, не дам телефон». «А че ты телефона не дашь?» «Неожиданно они такие снова в хорохоров таких превратились». Типа «Я не собираюсь тебе отвечать на твои вопросы. Еще какие вопросы?» Все это я говорил с одним человеком. Второй гопник, продолжая тактику гопников раздербанивания внимания, пытался задавать какие-то вопросы, но я, несмотря на него, сделал руку вот так и сказал «Жди своей очереди, не с тобой говорят». «А ты что мне скажешь?» «Ты, че ты молчишь?» «Я тебе спрашиваю». И я сосредоточил свое внимание на одном. Конечно, люди охренели, пытались любыми вопросами заставить меня на них отвечать, но я не ответил ни на один их вопрос. И они ничего не смогли с этим сделать, потому что я стоял, я был заряжен. «Че с этим делать?» Гопники не знали. Вроде хайрастый парень, они таких привыкли прессовать, а тут он сам что-то пытается прессовать. Как бы странно, да? И тут неожиданно мимо меня проходит еще один парень. Лет 25. Я спрашиваю их, еще какие вопросы? Они «А все, ладно, иди!» Я говорю, «Не тебе мне приказывать идти мне или не те!» Они «А все!» Таким, знаете, как это, такое девичье иногда бывает. «Ой, все!» Вот примерно так они ушли, и там следующему я уже смотрю, где есть телефончик позвонить? Я уже не стал смотреть, потому что там взрослый парень был, и в принципе каждый должен за себя сам постоять. Идя по улице, я не услышал какой-то драки или еще чего-то, то есть там завязался какой-то диалог опять, но, естественно, если бы они начали выбить, я бы остановился, но парень тоже оказался там нормальным, смог что-то им противопоставить. Вот вторая ситуация, да, когда, в принципе, я мог бы их размотать вдвоих, но зачем это делать, если ты знаешь свои силы и ты можешь морально сломить их. Ситуация номер три. Мы с моими музыкантами еще со старым составом 2011 года, которые ушли музыканты, мы с ними возвращались с репетиции. Было темное время суток, мы шли с гитарами и неожиданно к нам подлетает паренек лет 20. О, че, ребята, там музыканты, да, а давайте там, типа, гитарки достанем, давайте поиграем. Вот эту ихнюю тему, а че, давайте, если ты с гитарой идешь, то ты должен там им сплясать уже и все. Ну, это у них такая тема. Если музыкант, то это точно значит, он хлюпик, потому что, ну, какой нормальный парень, умеющий там за себя постоять, пойдет в музыку, да, для них это музыкант, это что-то такое уже, да, легкая жертва. Ну, а у нас один гитарист его передразнил, типа, давайте поиграем там ему. И тут он такой, э, ты че там сейчас такое, сейчас ты че дерзишь там, и начинается такое, знаете. Я убираю своего гитариста за спину и начинаю с ним разговаривать, типа, че хотел, с дороги отойди. А он стоит перед нами прям таким героем, мы в пятером там стоим, да, ой, в шестером, клавишница еще. В шестером стоим, а он никуда не уходит, и такой, я говорю, я не понял, ты че, драки хочешь, говорю ему. Он че, драки, а сам отступает на пару шагов, как бы крылья так, знаете, расправляет, типа, че, драки, давай драки, а сам назад подается, то есть не на меняете. Вот это уже говорит, что человек не хочет драки. Если будет драка, то это самый край, потому что другой сразу бы пошел бы на тебя, если он был бы заряжен тебя бить. И когда у нас уже завязалось, тут крылья какие-то пошли, и тут подходит пяток его друзей. То есть это вообще старая добрая тактика гопника. Когда вы идете с другом вдвоем, он подходит к вам, и начинает вам дерзить, и вы вроде как бы, вы понимаете, что вы вдвоем, вы сильнее, но почему он тут дерзит, и как бы вы чуть-чуть на равных начинаете с ним говорить, и тут неожиданно подходит его толпа друзей, и все. И вы в осадке, потому что вот этот моральный фактор, что он один на вас борзел, и вы ничего с ним как бы не сделали, да? А когда приходит его толпа, то вы сразу же в голове думаете, блин, толпа дерзких, один дерзил, а сейчас толпа целая дерзких, мы погибли. Все. Вот это тактика сначала засылания одного, а потом, когда подходят все, это излюбленная их тема. Что произошло дальше? Подошедшие ребята там начали спрашивать, что тут происходит, там, да что? Я продолжал говорить с этим гопником, я не отвлекался ни на какие разговоры. Тут второй гитарист у меня подошел, тоже начал что-то говорить, типа, мы шли, никого не трогали, там, ну, такие правильные вещи, там, что ты хотел, ну, вроде так, тоже не трусливо, так, нормально, спокойно, но с небольшой толикой дерзости. Когда все мне это надоело, я снова убрал гитариста за себя и сказал, уже всем, посмотрев на всю эту братью подошедшую, я сказал, так, меня это уже достало, либо сейчас мы расходимся, либо сейчас будет драка, выбирайте. И тогда ребята сказали, не-не, все, все нормально, не будем драки и этого своего засланного казачка. Он там вроде все еще на таких на шарнирчиках, типа, да что там, сейчас мы там это, подождите, там, они ему все-все, давай-давай-давай. Просто они поняли, что, ну, не получилось из нас шуток гороховых сделать, чтобы мы перед ними там концертик устроили, развлекли тяжелым, слякотным вечерком. Четвертая ситуация. Когда я был неправ и при всем моем превосходстве, которое я чувствовал, мне пришлось проглотить свою гордость и отступить. И мало того, отступить на глазах своей девушки. Ситуация была такая. Я, моя собака и моя девушка шли весенним днем, прогуливались просто где-то. И проходя мимо какого-то дома, там у дома был небольшой такой дворик. даже достаточно большой дворик. И там были там качели, горки, и в одном месте с дерева свитала веревка, на которой была палка. Ну, то есть, на которую можно зацепиться и по кругу так проехаться. Я, конечно же, как большой ребенок, мне захотелось на эту штуку залезть и прокатиться. Моя собака достаточно добрая и никогда в жизни никого не кусала. И я знаю, что она не кусала, и она у меня всегда бегает без поводка. В ошейнике, но без поводка и без намордника. Потому что при любой моей команде она тут же подходит ко мне и все тип-топ. И тут, пока я полез на эту штуку, на веревке покачаться, моя собака немножко отошла и в этом дворике что-то стоит, нюхает, то есть метров в десяти от меня. А тут же в этом дворике гуляют несколько детей совершенно таких дошкольного возраста еще ходят что-то там. И на лавочке перед двориком сидят мамаши. Тут одна из мамаш вскакивает с лавки и кричит мне истерическим таким голосом, как будто моя собака жрет их ребенка. Уже, знаете, уберите свою собаку, что вы делаете, здесь дети? У меня эта истерика на пустом месте, то есть от моей собаки до ребенка, там метров двадцать. Меня, конечно, немножко задело, я немножко крикнул ей в ответ через всю улицу. Типа, чего вы женщина орете, сейчас я уйду. И тут неожиданно в соседней лавочке поднимаются, два парня сидели, один парень поднимается лет двадцати, двадцати пяти там может быть, поднимается и подходит ко мне, говорит, что тут делаешь? Я вроде как бы начал в ответ что-то говорить, и он, типа, ты не видишь здесь дети ходят? Ты что со своей собакой здесь людей пугаешь? И это такая агрессия была на меня. Я понимал, что я сломаю его сейчас как соломинку просто легко, потому что во мне сидит, сидят годы спорта. Но неожиданно я понял, блин, я знаю, что моя собака никому ничего не сделает, но они-то не знают, мама не знает, а какой страх у нее за ребенка. И тут неожиданно я понял, что в этой ситуации я крайне неправ. И начинать на парня наезжать в ответ просто потому, что я это могу сделать? У меня переключился резко переключатель в голове. Мне было очень противно, потому что рядом стояла моя девушка. Я позиционирую себя как такой прямо. Не дам на себя наехать, ничего не это. Никому спуску не дам. Она как бы стоит, смотрит на меня. И это вдвойне было ужасно, отступить в этот момент, сказать, хорошо, я сейчас уйду, я все понял. парень, видя мое замешательство, принял это за слабость и начал, что там, типа, ты не понял, еще начал на меня раскачиваться. И тут я немножко проявил жесткость и сказал, я тебе сказал, я сейчас уйду, что еще? Это был единственный момент, когда я в этой ситуации проявил немножко дерзости какой-то. Все свое остальное гордость я взял в кулак и засунул себе подальше, потому что в этой ситуации я был неправ. Я подозвал свою собаку и мы ушли. Конечно, я объяснил это девушке потом, почему я это сделал, она, конечно же, поняла все, но поганенький осадок все равно остался, но нужно всегда поступать правильно. Неважно, сильнее ты или слабее. В любой ситуации ты всегда должен поступать правильно и по справедливости. А теперь пара слов для тех, кто натренирован и очень уверен в себе. Ребята, к вам повышенная ответственность за какие-то нестандартные ситуации. Когда происходит наезд на вас какой-то и когда перед вами какой-то щуплый гопник и вы понимаете, что вы его можете сломать одним ударом, старайтесь оставить кулаки на самый крайний случай. Сначала постарайтесь сломить его психологически, потому что здоровый образ жизни, техника ударная это очень страшная вещь. Даже тощий парень, владеющий хорошо ударной техникой, может завалить здоровенного амбала легко. Когда я занимался токюшином своим, к нам приходили раскачанные ребята, я без труда пробивал все их здоровенные широкие мышцы, пресс, руки, ноги, без разницы, я пробивал техникой все сразу и даже не полную силу бил, потому что техника тащит. Чтобы не убить злодея, который встал у вас на пути, старайтесь оставить свою силу и свою мощь на самый крайний случай. Если не сломил его психологически, то сначала толкни и дай ему понять, что ты не шутишь. Если все-таки он лезет в драку, попытайся сначала ударить его в дыхательное сплетение, в ребра куда-нибудь, в общем, в то место, где человека нельзя убить сразу, потому что голова это очень страшная вещь. Висок или просто мозг можно так стрясти, что человек потом не очухается. Естественно, эти просьбы не для ситуации, когда на вас нападает куча и там, естественно, надо, если вам некуда бежать, крошить сразу. Эпилог. Быть смелым, уметь постоять за себя на улице или заступиться, когда какого-то человека избивают толпой. Это все стоит для вас очень большой работы над собой. Физическая мощь вашего тела это далеко не главный параметр, который для этого нужен. Нужно провести над собой большую работу. Главное изменить себя здесь и понять, что справедливо поступают не все люди в мире, но только твои чувства справедливости и правоты дадут тебе силу противостоять всем невзгодам и всей агрессии. Очень жалею, что в свое время не было никого, кто мог бы объяснить мне все эти вопросы, раскрыть меня и показать, как быть смелым и постоять за себя. Надеюсь, мои советы помогут хорошим парням понять, раскрыть свои внутренние силы и быть готовым козлу и дать ему отпор. С вами был Сокол истиный маг. Да пребудет с вами сила! Сокол 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 Ну не сожми Ста не терись Не вне сожжい Глазберг 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 В лям В тунжей Глазберг тарел Вот так начинающий отговаривать металл козл от noise Субтитры сделал DimaTorzok